Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях режиссер, продюсер, доктор исторических наук Кутаевского университета, автор нескольких документальных и полнометражных фильмов Цискара Пачули и генеральный продюсер первой чувашской кинокомпании, киностудии «Чувашфильм» Юрий Спиридонов. Здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна Молокова. Цискара, первый вопрос к вам. Вот скажите, почему вы приехали в Чувашию? Во-первых, я хочу сказать вам спасибо, что пригласили к киностудии. Юрий Спиридонов и мой друг Эдуард Кротов пригласили, чтобы приехать в Чувашию, в Чебоксары и сотрудничать, чтобы снять в дальнейшем фильме совместно. По этому поводу мы приехали сюда в гостях, и мы очень рады, что познакомились прямо с Юрием и хотим работать вместе над фильмами. Цискара, вот скажите, пожалуйста, вы доктор исторических наук. Я так понимаю, ваша сфера интересов – это политология. Как вы стали режиссером и продюсером? Я из Кутаиси, города, где начался кинематография Грузии в 1912 году. Сняли первый фильм. Это был человек, первый режиссер, оператор Васила Машукели. Поэтому захотелось, чтобы в Кутаиси тоже создать киностудию. И создали три года тому назад киностудию частный. У меня есть ребята, люди, которые поддержали за это. И мы начали работу, сняли документальных фильмов, а потом решили, чтобы снять художественный фильм. И за три года мы поработали и сняли художественный фильм. И привезли сюда шанс, чтобы посмотреть с профессионалом. И я хочу сказать, что я из детства любил кинематографию. И когда я вошел в те времена, когда мне по историческому образованию имеется опыт, я захотел, чтобы стать режиссером и сценаристом. Я смогу сам писать сценарий и потом реализовать его сам себе решил. И добился своего. Ну, посмотрим, как это все видит фильм. А о чем были ваши документальные фильмы? Это по биографиях ведущихся людей. Один архитектор, а второй писатель, у которых много чего делали для грузии, культуры, для народа. И поэтому мы решили, чтобы биографию их документально рассказать людям. По-хорошему это все сделали. Юрий, сфера интереса в первой чувашской национальной киностудии «Чувашфильм» распространяется уже и на другие страны. Не только в Чувашии, я так понимаю. Почему вы обратили внимание на грузинских кинематографистов? Ну, во-первых, мне всегда нравились фильмы именно грузинских производителей, еще в старые советские времена. И сегодня, как бы, дело случая. Мы в сетях интернета познакомились с ребятами, которые тоже занимаются кинопроизводством. Такие же, как мы, молодые, азартные, такие наглые. В этом плане, да, жадные до кино. И как раз, как бы, вот есть у нас проект, называется «На Горшилов», в котором мы уже делаем третий год тоже картину. Нам нужны были новые локации. И наши стопродюсеры из международного лейбла «Колл Рекордс» встретились, значит, с представителями непосредственно компании, которую представляет наш друг. Прошла встреча, очень комфортно. И сегодня мы решили подписать ряд соглашений о совместной кинодеятельности. В частности, не только в проекте именно Егор Шилов, но и у нас есть по сценарию, получается, грузинских наших друзей. Готовим сейчас, вот как раз подвешиваем все бумаги, буквально на этой неделе закончим. И будем работать на предподготовке к новым проектам совместным. И поэтому для нас все-таки опыт грузинских кинтографистов, а именно для чувашских кинтографистов, считаю, очень будет большим вкладом. То есть мы хотим тоже развиваться, и именно их опыт нам стал ближе. Вот сегодня Чебоксара, мы попросили и приехать гостей, и показать свою работу. Вот я ее изучил сначала, вот сейчас хотел на большом экране показать, посмотреть, вернее, сам. Я думаю, еще удастся успеть поехать посмотреть, да? Сискара, скажите, пожалуйста, вот вы представили сейчас на суд чебоксарских зрителей ваш фильм «Венец, принесенный в жертву». О чем этот фильм? Это старая корона, которая 2500 лет назад была создана в Грузии. И археологи нашли около Кутайси в Ване. Там есть много чего, что нашли. Такой клад. И из этого клада это величайшая корона. Это символ государственности. И поэтому из музея украли ребята этого. Ну, история такой. И хотят его продать за границу. А есть там люди, которые патриотически выступают и сделают для того, чтобы никак не вышел из Грузии, из нашего культуры. Это такой предмет, такой, так скажем... Реликвия. Реликвия. Это продавать себе. Так видеть, если такой экспонат продаст. И поэтому идет борьба за это. А остается или не остается, это фильмы рассказали по-хорошему, как мы смогли. И динамично идет все, я так думаю. Вот у вас фильм, презентация фильма вот сегодня была в Национальной библиотеке на грузинском языке. Без субтитров, я так понимаю. Пока. Пока. Как вы думаете, поймет наш зритель, о чем этот фильм? Да, поймет, я думаю, что точно поймет, что мы хотели сказать. Там есть такая ситуация, что обязательно поймут. Вот вы сказали, что к этому фильму специально писали музыку. Вообще, легко ли сейчас снимать кино? Легко ли договариваться с актерами? Вообще, какой бюджет вашего фильма? Ну, нашего фильма бюджет 50 тысяч лари. Это не дорогой, но все равно такой деньги не представишь. Мы это сами себе финансировали, потому что нет таких денег, что отдали прямо. То есть нет государственного финансирования? Это часто мы с друзьями по энтузиазму делали много чего. Ну, нелегко снять фильм, но все равно мы хотели, мы пытались и в свой город для прогресса, чтобы кинокультуру там создать и еще лучше развиваться. И поэтому решили, чтобы сделать все для того, чтобы снять. И скажу об музыке. Мой друг Коча Чоковадзе, который написал такой замечательный музык для фильма, он поработал от души. И за это, если бы не заплатили, то дорого бы пришлось. Но он подарил свою работу для этого фильма, потому что вышел первый фильм и сказали, что в Китайсе идет работа, и есть люди, которые работают и любят свой город. И для того, чтобы развиваться свой город и свой народ, все сделать за это. И поэтому с актерами тоже так много помогли нас. И вышел все так этот фильм. Вот я знаю, Юрий, у вас снимаются непрофессиональные актеры, да? Бывает такое, что вот вы увидели человека на улице. У нас есть непрофессиональные актеры. Нет, я говорю, но у вас есть и непрофессиональные. Вот вы увидели лицо на улице, захотели, и поняли, что он должен быть в вашем фильме, да? Вот такие вот люди. Есть такое дело, да, там есть. А у вас в фильмах снимаются профессиональные актеры или как? 70% профессионалей, которые работали в театрах, ну не кино, это они тоже первый раз сняли в фильмах. Но помогало это все, что они все равно актеры в театре. И поэтому 70% актеры, а 30% я так, люди, которые захотел, что там били. И мы создали типажи, которые очень понравились профессионалам тоже. Когда мы говорили профессиональным режиссорам, один человек там главный в роли есть, который никакой он не профессиональный актер, а он так все это сделал. Я как режиссор его как все вместе сделали, что они сказали, вот, когда мы снимем фильм, мы обязательно его скажем, что ты должен сниматься с нами. Вот так создал типаж такой, что он не профессиональный, вообще не знал об этом. Открыли актеры. Да, открыли, да. Это Миша Таталишвили. Миша Таталишвили такой человек, который так хорошо... Надо запомнить. Если будем изучать... Миша Таталишвили. Будем изучать грузинский кинематограф, может быть, да, столкнемся. Цискара, скажите, а у вас вот в Грузии государство оказывает финансовую поддержку кинематографистам, или все-таки это больше частные инициативы? Я знаю, что оказывают, и там профессионалы работают в Твилиси, очень много киностудий работают, и много фильмов сняли уже, и в фестивалях тоже победили, в грузинских фильмах много победили, в международных фестивалях, это есть, но в западном Грузии, я говорю, в Кутаисе, никто не снимал фильм, это первые мы сделали, поэтому у нас за это говорим. Ну, а в восточном Грузии, в Твилиси, есть от государства тоже, там есть киноцентр, который, у них есть бюджет, и есть там сценарий, который хороший, и там финансируют потом. Ну, там конкуренция очень-очень большой. Вот сейчас, если я, как режиссер, свои сценарии достану в киноцентр, и у них понравится это, тогда можно, я получу финансирование, но это трудно, потому что есть профессиональные режиссеры, которые это трудно добивают, а как я начинающий дебютант, пока не могу, но когда я сам себе все сделаю и докажу, что я режиссер, я снял фильм и вышел все, тогда можно подойти в киноцентр, и я тоже получу. Расскажите, как вы встретились с известным грузинским режиссером, вот что он вам сказал, какое напутствие вам дал? Я когда снимал документальный фильм по Резу Чайшвили, выдающийся писателям Грузии, они дружили, вместе сняли фильмы, сценаристом был Резу Чайшвили, и с Эльдаром Шингалая они сотрудничали. И когда мы вошли в дом Эльдара Шингалая, чтобы интервью снять от него, тогда мы рассказали о наших мероприятиях, что мы фильм снимаем, и когда он услышал от нас это, он порадовался и сказал Эльдару Шингалая, что ребята, вы молодцы, хорошо, вы молодеи, пускай работает, и все равно видит. Если сейчас не видит, все равно видит, так сказать. С опытом придет. Да, с опытом придет. Для нас это было очень хорошее слово от Эльдара Шингалая. Но у вас, наверное, есть и планы какие-то на будущее, да, что это первый фильм, который вы заканчиваете сейчас. Какие идеи, может быть, у вас есть на будущее, какие проблемы вы хотите поднимать в своих фильмах? Ну, мы хотим продолжать и сказать ту трудную ситуацию, которая у нас есть в республике. Есть много чего, много чего снят фильмов, и поисторически тоже там должен сказать. А после войны в Абхазии, между Грузией и Абхазией, после этого времени мы хотим, чтобы снят такой фильм, что Абхазы и Грузины на перемирии пошли, и чтобы друг другу не простили, чтобы был. И поэтому дружинолубно в дальнейшем, что развивалось, отношения, и все это по-хорошему пошло. Народы дружат, а остальное... Мину 12 лет. Итак, планы за это и других вопросов. Ну, давайте немножечко, может быть, о жизни, да, вот в Грузии. Но вот у нас люди ходят смотреть кино в торговые центры, где стоят несколько там много мультизальные кинотеатры, да, много кинозалов. Вот как в Грузии смотрят кино? Ну, в последнее время уже по-хорошему есть телевизор по Туми в Кутаиси кинотеатры. Сейчас, 25 сентября в Кутаиси тоже откроется хороший кинотеатр, который построил Тенгиза Абхазы, очень хороший, ведающийся кутаисец, он бизнесмен, работает в Москве. Он 25 сентября планирует, что открыть Кутаиси тоже. И люди ходят в кинотеатрах уже, потому что есть ту культуру, который не был в трудные времена, но сейчас, когда улучшилась ситуация в Грузии, сейчас по социальной сфере улучшается ситуация. И потому есть люди, чтобы войти в кинотеатр за это. Юрий, ну вообще, вы участвуете в Чебоксарском кинофестивале. Вот вы рассказывали Цискаре, что у нас есть такой Чебоксарский международный кинофестиваль. Может быть, действительно стоит пригласить друзей из Грузии участвовать в кинофестивале? Да, мы уже переговорились, сказали, что по поводу того, что он должен просто обязан участвовать обязательно. И я обещал, что весной следующего года на 11-м уже Чебоксарском международный кинофестивале его картина будет представлена. Вообще, вы участвуете в фильмах, в фестивалях? Есть у вас такая фестивальная практика? Нет, пока нет, потому что мы сняли в фильме начинающую ситуацию. И когда вот с Юрием мы говорили, мы с удовольствием при нем. И первые шаги вот из Чебоксара сделаем на этом направлении. За это спасибо. Ну и, наверное, вот, скажем так, завершая беседу, наверное, традиционный вопрос. Вы в первый раз в Чебоксарах, в первый раз в Чувашии. Вот расскажите о своих впечатлениях. Где вы уже смогли побывать? Что вы видели? Мы видели много чего. Здесь храмов очень много. Я православный христианин и очень хорошо себя чувствую здесь. Ребята, друзья очень хорошие, поэтому я очень доволен. И красиво здесь. Я еще много раз приду, буду любить Чебоксар, потому что здесь очень хорошо. Уютно для нас для христианин. Про Волгу. Да, Волга – это просто прелесть. И как, ну, красиво. Набережную показались. Все посмотрели мастери, наши приходы, храмы. Много чего видели, но я сейчас… Ну, культура, конечно, отличается от грузинской. Она больше, наверное, такая русская, да? Но вот вам нравится? Да, мы можем совместно сотрудничать и общий язык найти ко всем направлениям. Люди должны уважать друг другу творчество, не имеют национальности. Это ко всем языкам и ко всем народам. Надо развиваться и идти дальше. И язык культуры – это общий мир, на мирном уровне. И поэтому все будет кино объединяет. И очень хорошие люди. Я хорошо себя чувствую. Есть же поговорка, да, на латинском? Ars longa vita brevis. Да. Когда есть… Ну, я имею в виду, что есть поговорка на латинском, когда пушки замолкают, начинают говорить искусство. Язык, да. Язык искусства. То есть, действительно, на уровне искусства, на уровне кинематографа у нас наладится отношение, мы опять начнем понимать друг друга. Так же, как… И очень хорошие люди, я хорошо себя чувствую. Есть же… Ars longa vita brevis. Поговорка, да, на латинском? Да. Когда… Когда… Есть… Ну, я имею в виду, что есть поговорка на латинском, когда пушки замолкают, начинают говорить искусство. Язык искусства. То есть, действительно, на уровне искусства, на уровне кинематографа у нас наладится отношение, мы опять начнем понимать друг друга. Так же, как… И очень хорошие люди, я хорошо себя чувствую. Есть же… Ars longa vita brevis. Поговорка, да, на латинском? Да. Когда… Когда… Есть… Ну, я имею в виду, что есть поговорка на латинском, когда пушки замолкают, начинают говорить искусство. Язык, да. Язык искусства. То есть, действительно, на уровне искусства, на уровне кинематографа был продюсер, режиссер, доктор исторических наук, профессор Кутаистского университета, автор документальных и полнометражных кинофильмов, Цискара Пачуля и продюсер первой чувашской национальной киностудии «Чувашфильм» Юрий Спиридонов. До свидания.